Привет! Давайте быстренько повторим то, что мы знаем про медианы в треугольниках, и выучим их новое интересное свойство, которое нам пригодится в будущем для решения задач. Давайте нарисуем произвольный треугольник. Вот так хорошо. Медиана треугольника – это линия, соединяющая вершину треугольника и середину противолежащей стороны. Середина будет находиться примерно здесь. Эта половинка равна этой, так что это медиана. Так, почти попало. Три вершины, три медианы. Возьмем теперь эту вершину и соединим с серединой этой стороны, примерно здесь. Так что эта голубая линия – это наша вторая медиана. Она кривовато, но, думаю, вы меня поняли. То же самое мы можем сделать здесь. Рисуем прямую, соединяющую третью вершину со серединой противолежащей стороны. Ее середина лежит где-то здесь. И рисуем линию. Сейчас я перерисую ровнее. Ладно, думаю, вы поняли. Итак, это все медианы треугольника. Что мы должны о них знать? Все три медианы всегда пересекаются в одной точке. Это и есть наше свойство. Медианы треугольника пересекаются в одной точке, которая называется центроид. И если бы это был реальный треугольник, сделанный, например, из металла, и вы бы его бросили, да и вообще даже перед броском, эта точка была бы центром тяжести. Представим, что это все же металлический треугольник, у которого центроид находится здесь. Тогда его центр масс будет совпадать с центроидом, при условии, что треугольник имеет однородную плотность. Так что если вы его бросите, он будет вращаться вокруг этой точки, при условии, конечно, что ему было дано какое-то вращательное движение. Треугольник будет вращаться вокруг центроида, вокруг центра тяжести. Но сейчас наша цель рассматривать не физические свойства металлического треугольника, а узнать о свойствах его медиан. Свойство состоит в том, что если мы возьмем любую медиану, то расстояние от центроида до середины противолежащей стороны, вот это расстояние будет равно половине этого расстояния. Это расстояние равно а, а это равно 2а. Или посмотрим на это иначе. Это расстояние 2 трети от длины медианы, а это 1 треть от всей ее длины. Теперь давайте это докажем. Не стоит принимать все на веру, да? Для этого давайте нарисуем наш двухмерный, плоский произвольный треугольник в трехмерном пространстве. Мне кажется, так будет немного проще. Да и в целом, если у вас есть фигура в n-мерном пространстве, если вы ее рассмотрите в n-1 в мерном пространстве, это вам немного облегчит задачу. Правда, в 4-мерном есть и свои подводные камни, в нем сложнее все представить, поэтому мы не будем этого делать. Итак, возвращаемся к нашему произвольному треугольнику. Пусть его вершины лежат здесь, здесь и здесь. Можно сделать, конечно, много предположений на этот счет, но я не буду говорить, что он равнобедренный или равносторонний, просто это какой-то произвольный треугольник. И предположим, что угол у него находится здесь. Это пусть будет ось х, это у, а это z. Иногда эти две меняют местами, но это не имеет значения. Итак, давайте координаты этого угла будут а, 0, 0. То есть а – это длина по оси х. Координаты этого угла будут 0, b, 0, а этого вверху – 0, 0, c. И если вы соедините эти вершины, то получите треугольник. Примерно вот такой. Теперь найти координаты центроида треугольника, особенно в трехмерном пространстве, значит, найти среднее значение координат вершин треугольника. Так что координаты центроида будут такими. Для оси х – 0, 0, 0, а… Т.е. у нас есть три координаты, в сумме они дают а, которую надо разделить на 3. Т.е. а делить на 3. Для оси у – b плюс 0, плюс 0, разделить на 3. Получаем b делить на 3. И то же самое для оси z. Среднее значение будет c делить на 3. Мы сейчас это не доказываем, но вы можете сами проверить, что это будет именно среднее значение. Если вы вычислите, чему равна эта медиана, эта и эта, вы убедитесь, что это будет центроид, центр масс треугольника, если он обладает массой. И координаты центроида будут средним значением координат вершин треугольника. Теперь давайте используем эту информацию. Возьмем эти координаты и сравним. Вот сравним длину этого оранжевого отрезка вверху с длиной желтого отрезка внизу. Помните, что эта нижняя сторона делится медианой, поэтому координаты этой точки будут средним значением координат двух нижних вершин. Итак, для оси х 0 плюс а делить на 2. Получаем а делить на 2. Для оси у b плюс 0 делить на 2. Получаем b на 2. А координаты по оси z нет, поэтому будет 0. 0 плюс 0 делить на 2 будет 0. Теперь мы знаем координаты этой точки, этой и этой. Поэтому можем вычислить желтый и оранжевый отрезки. Давайте посчитаем оранжевый. Он будет равен корню квадратному из чего? Теперь нам надо взять разность каждой из этих координат в квадрате, то есть а деленное на 3-0 в квадрате, что равно а в квадрате делить на 9, плюс c деленное на 3 минус с в квадрате, это равно минус 2с деленное на 3 в квадрате, это дает нам 4с в квадрате делить на 9, то есть плюс 4с в квадрате делить на 9. Смотрите, еще раз, с делить на 3, то есть 1 3 минус 1, то есть минус 2 3. Теперь минус 2 3 умножить на с возводим в квадрат и получаем 4с в квадрате делить на 9. Теперь давайте немного это упростим. Это то же самое у нас получится, если мы упростим корень квадратный из а в квадрате, плюс b в квадрате плюс 4с в квадрате делить на 3. Почему на 3? Так как корень из 9 равно 3. А сейчас сделаем то же самое для желтого отрезка. Он равен корню квадратному из а делить на 2 минус а делить на 3. 1 2 минус 1 3 – это то же самое, что и 3 шестых минус 2 шестых. Получаем а делить на 6 в квадрате. Значит, это будет а в квадрате делить на 36. Теперь b делить на 2 минус b делить на 3 – это b делить на 6 в квадрате, то есть b в квадрате делить на 36. И, наконец-то, 0 минус с делить на 3. Возводим в квадрат, получаем с в квадрате делить на 9. Но нам нужен общий знаменатель, поэтому пишем 4с в квадрате делить на 36. И мы можем это переписать. Корень квадратный из а в квадрате плюс b в квадрате плюс 4с в квадрате делить на 6. А теперь смотрим на желтый отрезок и видим, что если оранжевый умножить на 1 вторую или же разделить на 2, мы получим желтый отрезок. Так что это расстояние всегда в 2 раза больше этого. И это единственный возможный вариант. Мы ничего не знаем об этом треугольнике. Итак, запомните это маленькое свойство. Точка пересечения медиан называется центроидом и делит каждую медиану на 2 отрезка, один из которых в 2 раза больше второго. Для каждой медианы расстояние от вершины до центроида равно 2 3 ее длины, а от центроида до середины противолежащей стороны – 1 3 ее длины. Мы можем использовать это свойство для решения кучи задач. Надеюсь, вам было интересно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok